На множествах И закончили теоремой, которая говорит, что На каждом бесконечном множестве существует так много ультрафильтров Как только можно себе представить Максимальная оценка возможная достигается Давайте вернемся к ультрафильтрам Более специфическим Рассмотрим такие понятия Некоторые специальные ультрафильтры на Амиге На счет на множестве Есть целая наука про это дело Есть много разных интересных ультрафильтров Некоторые из которых имеют всякие интересные комбинаторные приложения Я сейчас хочу определить два похожих понятия Ну вот пусть у нас есть какой-то такой ультрафильтр Д Скажем, что является подточкой Это не русская, а это латинская П Терминология эта имеет некоторое топологическое происхождение Есть еще всякие кубточки и тому подобное Что-то обобщается на топологическое пространство Значит, называется П-точкой Если у него есть такое комбинаторное свойство Интересное Для всякого разбиения Такого счетного разбиения Множество Омега Значит, счетное число кусков маленьких с точки зрения ультрафильтра Что для всякого АМ не принадлежит Значит, для всякого разбиения на маленькие множества Но автоматически такое разбиение должно быть бесконечным Потому что это ультрафильтр Значит, существует Да, это ультрафильтр Да, это ультрафильтр, да Но я не стал просто второй раз писать слово ультрафильтра Значит, сейчас мы определим два понятия Два специальных, два ультрафильтра Понятия, два специальных Таких свойства ультрафильтров Значит, значит, П-точка и Рамсельские ультрафильтры Значит, П-точка Если для любого такого разбиения на маленькие множества Найдется множество большого Которое пересекается по малу с каждым таким Кусочком разбиения По конечному числу Такое, что для всякого Н Значит, X пересечен на САН Конечно Но больше нуля Не обязательно Если он не главный, да Он вполне может какие-то просто игнорировать Эти кусочки разбиения То есть, если у нас есть разбиения на маленькие С точки зрения этого ультрафильтра куски То можно еще в каждом куске совсем уж маленькие взять Просто конечные какие-то подморства В каждом кусочке Ну так, что склеив их Получится большое множество Ну, соответственно, он называется Рамсельским Значит, если все то же самое Вот эта мощность Например, восходит единица То есть можно даже по точке выбрать И более чем по точке Из каждого кусочка выбрать Так что получится большое множество Ну, понятно, что Всякие Рамсельские являются по точке Ну, легко проверить, что существуют ультрафильтры Которые не являются П-точками И по данным Рамсельским Существуют Не П-точки Ну, как это сделать, значит Как это показывать, что есть ультрафильтры Которые не являются П-точками Ну, давайте возьмем какое-нибудь разбиение Да, фиксируем какое-нибудь разбиение Да, на какие-то бесконечные кусочки И рассмотрим Значит, рассмотрим Вот такое вот семейство множеств Которое на самом деле будет фильтром Значит, это те иксы Под множеством омеги Которые почти Давайте я напишу вначале Потом прокомментирую Насчет таких же, значит Для каждого такого икса Существует какой-то М Из омеги, да Такое, что для всех М Не меньших, чем это М Вот это АН Без этого множества X Да Которое вот Элемент Семейство, которое мы определяем Оно маленькое Я извиняюсь Очень плохо Просто видно из зума Вот где вторая точка Что там написано? Здесь написано Это я, наверное, мелко пишу Существуют Не П-точки Не П-точки Существуют ультрафильтры Не все ультрафильтры Являются П-точками Окей Ну, построим конкретный Такой ультрафильтр Да, который не является П-точкой Настолько, насколько Ультрафильтр может быть конкретным Значит, фиксируем Какой-нибудь разбиение На бесконечные Вот эти кусочки АН Значит, рассмотрим Такое семейство Которое стоит Из тех подморостов Амиги Значит, что Начиная с некоторого места М Да, существует М натуральное Такое, что Для всех М Не меньше, чем это М Ну, так сказать Вот, если мы пересечем Вот этот кусочек АН С Х То оказывается Что он содержит Почти все Кроме конечного числа Так сказать Элементы Элементы Для почти всех Н Вот это вот Пересечение Н-ого кусочка С Х Оно содержит Почти все Элементы Этого кусочка Где почти все Означают Все Кроме Может быть Конечного числа Ну, легко Уверить Что это Фильтр Семейство Да Значит Ну, тогда Любой Ультрафильтр Д Который Расширяет Этот Фильтр Ф Не является П-точкой Ну, относительно Так сказать Этого разбиения Естественно Как можно ожидать Для чего Вот это Вот свойство Было Почему Я не написал Что просто Для всякого Н Выполнено Вот это Соотношение Для чего Я здесь Такое Более Слабое Словие Что Начиная С некоторого Н Чтобы Гарантировать Что эти Кусочки Они будут Маленькими С точки зрения Этого Фильтра Ну и Ультрафильтр Соответственно Ультрафильтра Потому что Нам надо Чтобы Нам надо Проверить Что есть Разбиения На маленькие Кусочки С точки зрения Ультрафильтра Да Что можно Из них Совсем Помало Выбрать Значит Действительно Относительно У любого Такого Ультрафильтра Значит Это Разбиение Оно Будет Разбиением На маленькие Кусочки Которые Не принадлежат Тоже Ну и Понятно Что Не найдется Такого Большого Что Существует Не по точке Понятно А существуют Ли По точки Значит Значит Ну Это Вопрос Независимый Независимый Существование П Точек Зависит Остальных Аксиом Затовцы То есть Можно построить Модель Где есть По точке Можно Где нет По точке Ну и Соответственно Ромсоевских Но Модель Где нет По точке Ее очень сложно Строить Шалак Построил А модель Где АП Точки Есть Она Строится Легко Потому Что Достаточно Взять Модель Где Выполняется Континум Гипотеза Например Конструктивные Погибы Давайте Докажем Вот Эту Теорему О том Что Континум Гипотеза Влечет Существование По точку С чем Связано Название Это Топологическое Название Значит Но Ультрафильтр На самом деле Эта точка В некотором Пространстве Множество Всех Ультрафильтров Оно Несет Естественную Топологию Некоторого Ну Вот Так Сказать Некоторые Точки Топология В некоторых Пространствах Называют По точками Некоторые Еще Как Это У них Традиционно Я уже Не помню Откуда Это Название Ну И В частности Вот Так Вот Эти Так Ультрафильтр Они Как Раз В Топологическом Смысле Под Точками С Чем Связано Название Рамсеевски Рамсеевски С Тем Что Значит Он Напрямую Связан С Теоремой Рамсея Можно Показать Что Так Сказать Это Как Ультрафильтр Для Которого Выполняется Теорема Рамсея Бесконечная В том Усиленном Смысле Что Это Однородное Множество Которое Теорема Рамсея Гарантирует Оно Большое С точки Зрения Ультрафильтра Теорема Рамсея Говорит Что Всяком Разбиения Найдется Однородное Множество Такое Что Все Энки Взяты Из этого Множества Вот Значит А Ультрафильтр Ужном Саевский Тогда И только Тогда Когда Можно Гарантирует Что Однородное Множество Принадлежит Ультрафильтр То есть Усиление Теорем Рамсея Что Оно Большое Даже Оно Не просто Бесконечное Однородное Множество Оно Большое С точки Зрения Ультрафильтра Но На самом деле У Существует Еще Очень Много Эквивалентных Свойств Это Очень Важное Понятие Итерамсельский Ультрафильтр И Два Из них Из этих Свойств Я Упомяну Сегодня Давайте Пока Проверим Что Итерамсельский Ультрафильтр Существует Предположение Контентной Гипотезы Значит Теорема Существует Советский Ультрафильтр Главные Ультрафильтры Не По Точке Нет Главные Не По Точке Нет Но Это Подразумевается Не Главные В Эквивалентных Определения Естественно Главные А если он главный Как вы его разобьете На кусочки Каждый из которых Маленький В один кусочек Точка Попадет На которую Он Провердается Ну вот Значит Существует Рамцевский Ультрафильтр Контентной Гипотезы Мы Помним Что такое Да Мощность Контентуума Совпадает С Олив 1 Ну Мы ее Применим Значит Вот к чему Мы Перечислим Все Всевозможные Разбиения Амиги Можно Конечно Перечислить И бесконтентным Гипотезой Какая Длинная Может быть Будет Да Последовательно Нам Будет Важно Что Каждое Разбиение Будет Занимировано Счетным Ординалом Вот Пусть У нас Пересчет Всех Разбиения Множествами Мы построим Такую Специфическую Почти Убывающую Последовательность Подможеств Омеги Значит Построим Омега 1 Последовательность Множеств X Альфа Альфа Соответственно Счетный Ординал Подможеств Омеги Напишу Так Которые Почти Бывают По включению В следующем Смысле Ну Убывают По включению Понятно Что Так сказать Омега 1 Больше Включение Омега Омега Альфа Больше Чем Омега 1 Значит Почти Включением Я подразумеваю Такое отношение Включение Сточностью До Конечного Какого-то Конечного Множества Омега X Все равно Как определить Можем Взять Все Омега Значит А дальше Мы поступаем Так Значит X Альфа Плюс 1 Я Напишу Здесь Бесконечных Чтобы не писать Это Определение Дальше Бесконечных Бесконечных Вот этих Хексов Значит Поем Всего прочего Нам на каждом Шаге Надо будет Гарантировать Что такое X Альфа Бесконечный Но вот Если X Альфа Будет построен Значит То С непредельным Индексом Мы Как Определяем X Мы Берем Извините Наоборот Берем Во-первых Подможерство Непредельном Шаге Просто Честное Подможерство Берем Но так Чтобы Осталось Бесконечным Так Чтобы Осталось Бесконечным И Кроме Того Чтобы Были Выполнены Такие Условия Я Не буду Второй Расписать Бесконечное Это Потому Что Я Вот Здесь Написал Для всех Случаев Да Что Или Существует Существует Какой-то Элемент Значит На шаге На этом шаге Мы проверяем То Разбиение Которое было С номером Альфа Значит Или Существует Какой-то Элемент В этом Разбиение Такой Который Содержит Этот кусочек Один Элемент Да Или Весь Этот кусочек Бесконечный Подможество Вот Попадает В какой-то Один Кусок Разбиения Ну Или Если Такого Не нашлось То Тогда Берем Значит Такой Который Наоборот Пересекается По малу Такой Пересеченный С каждым Куском Отдает Максимум Одну Точку Так Ну И остается Предельный Случай Альфа Предельный Значит Опять-таки Берем Бесконечный Но У нас Нет гарантии Что он Может Влезть Во все Предыдущие Подможества Потому что Пересечение Может быть Пустым Поэтому Мы Вместо Пересечения Возьмем Такое Квази Пересечение Значит Мы возьмем Такой Альфа Вэкс Что для Всякого Меньшего Бета Вот это Пересечение Извините Что тут Разность Но Она Максимум Конечна То есть В непредельной Точке Он у нас Просто Вылезает В предыдущие А в предельной Точке У нас Вот такое Включение Ну почти Включение Такое Значит Почему Такой Икс Альфа Можно взять Существует Так Как Кардинал Альфа Счетный Ну можно проверить Что если У вас есть Какая-то Счетная Последовательность Таких Вот Почти Убывающих Икс Бет То найдется Такой Икс Альфа На самом деле Достаточно Даже для Случайных И проверить Если есть Какие-то Экстерные Потому что В альфу Можно взять Какую-то Конферальную Последовательность Типа Омега Вот Но я не буду Выписывать Подробно Почему Существует Можете Думать Это Сделать В общем Можно Делать Так Во-первых Я говорю Что Вместо Общего Случа Достаточно Рассмотреть Случай Омега Потому что В альфе Секунд Финальная Последовательность Типа Омега Ну а Для Омега Надо Рассмотреть Насколько Насколько Вот эти Множества Посмотреть На их Разность Так сказать Которая Конечно Ну и Прибавить Вместо Настоящего Пересечения Этих Множеств Взять Такое Квази Пересечение Когда Вы К каждому Из этих Множеств Добавляете Конечное Число Конечное Число Лимит Гугарин Которые Различаются Вот Континум Гипотеза Ровно В этом Месте Используется Используется То, что Диналайфа Конечно Счетный Вот Ну и Тогда Если Просто Посмотреть На Вот Вот Это Вот Семейство Норрс Которые Так Вот Строятся Так Вот Построено Эти Икс Альфа Да То Это Как Раз И Будет Извините Я плохо Говорю Необязательно Ультрафильтр Нам его Надо еще Расширить Так Вот Написать Значит 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 Все Те Иксы Которые Включают Какой-нибудь Из построенных Какой-нибудь Из построенных Мнороств Да Это Как раз И будет Советским Ультрафильтром Вот Такое Рассуждение Его Можно В каком-то Смысле Немножко Усилить Вместо Континуум Гипотезы Можно Брать Ксему Мартина Например Вот Но если Совсем Ничего не брать То Никакой Гарантии Нет Нет На самом деле Есть Такие Хитрые Модели Где Есть Любое Разумное Заданное Наперед Число Рамцепских Ультрафильтров Например 0 Или 17 Строить Не просто Запишу Еще Такое Вот Утверждение Ультрафильтров Арансевский Тогда и только тогда Когда он Как говорится Селективный В смысле Следующем Какую бы функцию Из омеги В омегу Мы не взяли Эта функция Одной из двух Либо она будет Постоянно Либо взаимно Однозначно На некотором Большом множестве С точки зрения Ультрафильта То есть Существует Х Существует XSD Такое что Это F Либо Постоянно Либо взаимно Однозначно Это Подделение Ультрафильтров Селективный Если Всякая функция На некотором Элементе Либо Постоянно Либо Взаимно Однозначно Вот Ну Легко Проверяете Что То же самое Что Рам Советский В этом Смысле Отсутствие Если Отрицание Континуум гипотезы Принимаем То Будет Независимо Да Ну Потому Что Есть Модель Где Нет Автоматически Континуум гипотезы Во вторых Можно Взять Аксиому Мартин Отрицание Континуум гипотезы Там Будет Много Таких Отлич Это Не Эквивалент Значит Ну Вот Одно Свойство Равносильное Это Селективность Другое Свойство Это Минимальность Но Минимальный В смысле Порядка Который Я еще Не Определил Сейчас Я Его Определил Я могу Сразу Написать Минимальный В смысле Такого Предпорядка Руденкисер Который Я сейчас Определю Значит Давайте Я вначале Определю Что такое Непрерывное Расширение Нам Собственно Даже Не очень Важно Что Оно Непрерывное Определение Которое Я напишу Оно Просто Явное Будет Значит Давайте Вот Если Есть Какая-нибудь Функция Необязательно Даже За Омега 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 Просто Из Икса Выгрок Икс Игр К два Множества Значит Мы Определим Слово Сказать Стандартное Обозначение Введу Если Икс Множества Бат Икс Под Икс Я буду Подразумевать Множество Ультрафильтров На Икс Обозначение Это Б Но Пришлось Топологии Потому что На самом деле Значит Это Множество Оно Несет Естественную Топологию Ну Я В двух Словах Скажу Значит Вот Если Есть Какое Множество А В Икс Да Значит Мы Можем Сопоставить Ему Значит Такое Подможество Ну А Сволной Напишу Подможество Бета Икс Которое Будет Состоять Из Всех Тех Ультрафильтров На Икс Которые Имеют В качестве Элемента Это Множество Другими словами 5 А Примадлежит У Тогда И только Тогда Когда У Примадлежит Сон Ну Вот Эти Множество Такого Других вида Которые Задаются Подможествами Они Образуют Открытую Базу Естественно На Бета Икс Значит И получается Такое Компактное Хусдорфовое Экстремально Не связанное Как говорится Пространство Экстремально Не связанное Значит Что Замыкание Любого Открытого Борется Снова Открыто Странное Такое Свойство Которое Намного Сильнее Чем Нульмерность Вот Значит Если Посмотреть На Это Множство Искак На Дискретное Пространство То Бета Икс Все Ультрафильтры На нем Вот С такой Топологией С такой Базой Базовое Открытие Множства Они На самом деле Будут Замок Значит Это Будет Ничто Иное То Что Утопологов Называется Стон Чаховская Компатификация Вот Пространство Мы Дискретно Рассматриваем Вот Например Стон Чаховская Компатификация Дискретного Счетного Пространства Обычная Омегия Она Имеет Большую Мощность Бэт 2 Вот Стон Чаховская Компатификация Такая Такой Объект С очень Выделенными Свойствами Ну Напомню Что Понятие Оно Такая Компатификация Она не только Бискретным Пространством Приложима Вообще К любым Техновским И Такое Характеристическое Свойство Топологическое Оно состоит Вот В чем Что Значит Если Есть Какое-то Такое Техновское Пространство X Ну Например Дискретное В нашем Случае Да Что Такое Компатификация Это Такое Компактное Узор Пространство В котором Есть Сюда Плотное Подножство Изоморф На Исходном Ну Значит Это Вот С том Час Как Компатификация Поскольку Там Есть И Заморф Подножство Я Просто Напишу Здесь Включение Как бы Включение Там Можно Еще Просто Включено Значит А Свойство Характеристическое Вот Какое Что Для Любого Компактного Ходзорфа Пространства Игрок Если Есть Какое-то Непрерывное Отображение Из Иксов Игрок То Оно Поднимается До Непрерывного Отображения Вот Из Этого Большего Пространства Любое 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 Такое Компортное Ходзорфон Вот Это Характеристическое Свойство Можно Через Это Свойство Определить Объект В ситуации Когда Дисклетное Пространство Это Будет Ничто Оно Как Наше Пространство Ультрафильтров Ну Конструкцию Которую Я тут Хотел Записать На нее Можно Смотреть Как На частный Случай Вот Этой Общей Конструкции Потому Что Я хочу Вот Это Вот Ф Произвольную Функцию Из Бета Х В Бета Иерк Значит Почему Это Можно Рассматривать Как Частный Случай Это Тут Картинка Будет Такая Если В таком Ждухе Нарисовать Картинку То Здесь Это Х Вот Это Вот Наша Ф Дискретный Иерк Но Дискретный Иерк Оно Конечно Не будет Компактным Хоуздорфом Да Мы Просто Рассмотрим Его Как Пространство Бета Иерк А Поэтому Мы можем Считать Что Вот Это Вот Исходное Ф Мы На нее Смотрим Как На Отображение Сразу Бета Иерк Да Ну И По Теореме Мы Имеем Такое Вот И Прежимное Произвольная Функция Поскольку И Дискретно Дискретно То Автоматически Непреремная Вот Начинаю Расширять До Непреремной Из Бета И И Бета И Расширение И Это Расширение В данном Случа Мы Можем Конкретно Записать Таким Образом Что Вот Это Вот Ф С Волной От Какого Нибудь Ультрафильтра D То есть D Это Ультрафильтр На А X Значит Что Такое Это Будет Семейство Значит Таких Многоств Скажем А Из Игрок Да У которых Прообраз Принадлежит Этому Да Вот Если Вот Так Вот Определить Вот Это Вот Ф С Волной Да Значит Всякий Ультрафильтр D Здесь Ф Волной Посылает Вот В Такое Вот Семейство Множеств Да Значит Состоящие Из тех Множеств У которых Прообразы Большие Значит То Оно Легко Проверить Что Вот Этот Объект Это Тоже Ультрафильтр На Игр Соответственно Да Ну И хотя Нам Сейчас Это Не Нужно Но В принципе Это Так же Легко Проверяется Что Это Будет Непрерывным Отображением В смысле Вот Этой Топологии Вот Теперь Я Хочу Уделить Предпорядок Или Как Говорят Порядок Рузенкиса Предпорядок Потому что На ультрафильтрах Это Предпорядок То есть Он Не обязательно Натисиметричный Но Если Рассматривать С точностью Чего Мы Сейчас Увидим То Это Будет Порядок Насчет Предпорядок Оруден Креслера Насчет Определения Такое Записывается Он Обычно Так С индексом РК Е Если Существует Какая-то Функция Давайте Для Простоты На Омеге Да Хотя Можно Порядок Определить В любом Множестве Эти Простоты На Омеге Пусть Это Ультрафильтер Д И Е Значит Д Меньше Чем Е Да Если Существует Функция Из Омеги В Омегу В Данном Случае Да Значит Такая Что Д Это Образ Е Существует Функция Из Омеги В Омегу Да Когда Мы Его Расширим На Ультрафильтра А то Д Значит Е Переводится В Д Образ Он Будет Меньше Ну Сказать Если Вот У нас В Две Копии Омеги Да То Вот Так Сказать Когда Мы Переводим Ображением F Что-то Ну Вот У нас Какое-то Множество Есть Да Вот Такое А Да Вот У него Прообраз Прообраз Вообще Говоря Больше Ну Вот Так Сказать Я Просто Пытаюсь Наглядно Пояснить Почему Порядок Определяется Так Что Д Оказывается Меньше Да Ну Потому Что Так Сказать Мы Вот Каждый Вот Это Вот Нас Мы Как Мы Можем Немножко Сузить Да Когда Мы Отображаем Поэтому То Сказать Когда Мы Вот Этот Вот Наш Наш Образ При Эвс Волной Да Он Будет Состоять Вот Из Каких То Таких Множеств У Которых Ну Вот Семейство Бород Вообще Говоря Из Каких Больших Норост Остается Да Поэтому То Как Естественно Считать Что То Что Вот Этот Ультрафильтр Который Получается Под Действием Эвс Волной Меньше Такое Определение Давайте Значит Еще Определим Еще Такое Определение Идем Вот У нас Такое Отношение Легко Проверить Что Это Предпорядок Чтобы Проверить Транзитивность Композицию Взять Вот Эта Волна На самом Деле Как Легко Проверяется Она Будет Коммутировать С Композиции Одноместных Функций Ну И Давайте Еще Вот Такое Напишем Так Сказать Временно Обозначение Введу Д Эквивалентно С Таким Зачком Да Е Значит Похоже Определение Если Найдется Так Соемно Однозначное Соемно Однозначное Ф Да С этим Свойством Ну И Давайте Значит Докажем Такой Важный Факт Факт Свой Ч Свой Свой Ч Ц 네 Факт Оттверждение Если D меньшее равен, чем E, а E в свою очередь меньшее равен, чем D, то оказывается, что D и E просто эквивалентны. Не просто в том смысле, что есть функция сюда и функция обратная, а в том смысле, что вот есть такая вот незначная функция. Это утверждение следует из такой... Я напишу LEMO, но это утверждение само по себе достаточно интересное. Если D равен F словно D для какой-то функции F, то есть, так сказать, если D является неподвижной точкой вот этой вот расширенной функции... Кстати, я, наверное, должен сказать, почему я все время говорю расширенной, что он чеховское расширение, да, ну... Значит, как вот это X вкладывается в Beta X? Ну, просто каждая точка X, да, она, значит, сопоставляется на ультрафильтру, который порождается этой точкой, да. Да, значит, если вот этот ультрафильтр, да, точка в нашем пространстве, Beta Omega, является неподвижной точкой этой расширенной функции, то оказывается, что эта функция устроена так, что почти все точки у нее неподвижны, с точки зрения этого ультрафильтра, да, то, значит, те множество тех N, для которых F от N равно N, оно прямо дружит этому ультрафильтру, да. Ну, давайте докажем. Не сложно, но, так сказать, требует нескольких ходов. Так, ну, естественно, Омега разбивается... Можно рассматривать такое разбиение на три части. Значит, во-первых, множество тех N, для которых F от N равно N, да, во-вторых, тех N, для которых F от N меньше, ну, и для которых больше. Ну, поскольку D ультрафильтр, одно из этих множеств обязано принадлежать ультрафильтру, да. Одно из них принадлежит... Ну, то есть нам надо, нам достаточно проверить, чтобы доказать, что вот это принадлежит D, что мы хотим, нам достаточно проверить, что не вот это вот множество, давайте назовем его X, не вот это множество Y. Проверим. Не принадлежат ультрафильтру, да. Ну, вы понимаете, свойство, да, ультрафильтра такое, что если 2, если объединение двух норов А и В принадлежит ультрафильтру, то одно из них обязано принадлежать ультрафильтру, да. Это только то же самое, что простой идеал в алгебре, к чему просто идеал отличается. Вот, то есть мы покажем, что это не принадлежит, потом покажем, что это не принадлежит, останется, значит, то, что мы хотели. Почему X не принадлежит? Давайте, значит, если у нас есть какой-то N из X, натуральное число, на котором, которая функция понижает, да, значит, мы положим, значит, рассмотрим такой вариант этих чисел L от N. Для такого числа N это будет длина максимальной последовательности убывающей последовательности, да, значит, такой N, потом F от N, которая должна быть меньше. Но может оказаться, что, так сказать, F от N тоже попадает в X, да, тогда еще, скажите, верхний индекс означает стирацию. Ну вот, смотрим, сколько, так сказать, это дело будет убывать. Но может убывать только конечное число шагов, поэтому корректно определить такое, это, максимальная последовательность ее длина. Ну, давайте тогда, значит, разобьем X на две части, X0 и X1. Значит, X0 будет состоять из всех тех N из X, у которых L от N, допустим, четно, X1, соответственно, нечетно. Ну, если X принадлежит D, то, поскольку вот это, так сказать, сумма дает как раз X, одно из них тоже должно принадлежать D, да, но это невозможно. X0, например, не принадлежит D, да, так как... Что? Так как... Ну, вот посмотрим... Вот такое пересечение. Берем X0 и пересечем его с прообразом при, значит, этой функции F. Вот точка в прообразе, она, наверное, будет иметь... Значит, X0 имеет L четное, значит, точка в прообразе будет иметь L нечетное, да, поэтому пересечение. Значит, теперь, если X0 принадлежит D, да... То его прообраз тоже должен принадлежать D. Значит, почему? Ну, вот по нашему условию. Значит, вспомним, из чего состоит вот этот F с волной. А, D, значит, состоит из всех тех А, у которых прообраз... Знаете, я X напишу. У которых прообраз не длежит D. Значит, если X принадлежит D, а D это то же самое, что вот это. Значит, Роберсово тоже принадлежит D. То есть, если это принадлежит D, то это принадлежит D. А как это пересечение может быть пустое? Какого не может быть, значит, X0 не принадлежит D. Ну, по аналогичному соображению X1 не принадлежит D. Так, насчет вывод X не принадлежит D. Ну, теперь разберемся с Y. Чуть-чуть сложнее. Ну, похоже. Значит, Y разбивается на три будущее. Значит, может быть ситуация, когда эта последовательность, такая возрастающая будет конечная. И тогда мы его разбиваем опять-таки на четные и нечетные. И поступаем с ними, как в этом случае. Но может быть еще третья ситуация, когда последовательность бесконечная. В случае множество Z, которое будет состоять из тех N, для которых эта последовательность и операция возрастает. Напишу так, для всякого K. Значит, FKT от M, она меньше строго, чем FK плюс первая. Вот, значит, нам теперь для полной части надо еще показать, что Z тоже не может принадлежать. Да? Значит, мы это сделаем вот так. Сейчас напишу. Покажем, что Z мне прям ближе. Давайте, если есть какие-то XY плюс Z, мы определим такое отношение на точках SZ. Сейчас скажем, что XY эквивалентное, если существуют какие-то натуральные числа, скажем, KM, такие, что, когда мы нужное число шагов итерируем, Взятие нашей F, мы получаем одно и то же. Сейчас у нас такое отношение, да, что существует, значит, X эквивалентный Y, если существует KM, такие, что F итерированная K раз от X, да, то же самое, что итерированная M раз от Y. Ну, легко видеть, что это действительно отношение к квадратности. Ну, давайте фиксируем какой-нибудь один представитель, так сказать, в каждом классе. Можно, например, для определенности минимум взять, неважно. Для всякого X мы фиксируем, да, значит, для X и Z фиксируем вот такой вот элемент AX, который принадлежит, значит, классу эквивалентности, классу эквивалентности этого X, да, значит, все эти Y, которые эквивалентны X. В каждом классе выбираем какую-то точку. Ну, и теперь давайте такой более хитрый вариант определим. Положим, что L от X, значит, это наименьшая сумма, H плюс M, значит, такого вида, что F в степени K от X, значит, равен F в степени M от представителя его класса эквивалентности. В каждом, значит, для каждого X, X у нас такой класс эквивалентность есть, мы выбрали в каждом этом классе одну фиксированную точку, и потом сравниваем этот X с произвольным чем-то эквивалентным, но вот именно с этой точкой. И смотрим на вот минимум из таких сумм. Вот это будет наш L от X. Ну, положим теперь, так сказать, опять-таки, Z0. Это все Z, для которых это учетно, и Z1, для которых это учетно. Звучит Angular. это все ОПИДДА, и с этой точки! Вот, я за это делаю все, и с этой точки. Сейчас мы... Вот, есть ли здесь для вас, и с этой точки. Вот, сейчас на этом, здесь я поиску, вот у меня пока-то там, насчет... ну, вот, вот, Мы вот что имеем Почему? Ну вот, допустим, у нас x какой-то был, да, мы вот Раздвигаем этим f куда-то Вот так за к шагов пришли в какой-то точке, к которой Мы пришли за им шагов из точки А с индексом x Ну, если мы возьмем Что-то вот отсюда, да, какой-то игрок То он расположен вот здесь Ну, понятно, что он в той же самой классе квалификации входит Что и x, да, поэтому для него вот этот представитель Он тот же самый будет А поэтому, так сказать, m осталось то же самое Первое слагаемое увеличилось на единичку Да Да А поэтому вот отрывается Справедлив Но если Z принадлежал бы D Да Принадлежал бы D У нас условия равен А условия А условия А условия Состоит из тех множеств У которых прообразов D А то получилось бы, что Ну, допустим, если Если Z принадлежит D То Либо Z0, либо Z1 По крайней мере, да, принадлежит D Например, пусть Z1 Тогда Прообразово тоже принадлежит D Да Два D вещи Пересеченные Значит, тоже дадут Тоже дадут То, что принадлежит D Да, два элемента Фильтра Дает элемент фильтра Пересечения Значит, Z0 Тоже тогда должно Принадлежать D Но Z0 Не пересекает Z1 Ну, аналогично, если мы предположим, что Здесь Z0 Значит, здесь будет Z1 Да То есть Ни один из этих Ни одной из этих Ни одной из этих Ни может принадлежать D Ну, значит, Z тоже Не принадлежит D Ну, вот Собственно То есть Доказали, что Если D является неподвижной точкой Расширенной функцией Принадлежит D То почти все точки С точки зрения Катрофитера D Подвижны Ну, отсюда, так сказать, уже несложно вывести вот это утверждение Займоднозначность Наверное, вот что еще тут следует упомянуть Сколько еще времени у меня? Значит, вот что я коротко, так сказать, наверное, без того, чтобы выписывать детальное определение Просто Двух слова скажу Значит, вот тут мы расширяли такие одноместные функции, да? Замиги Замиги Замиги, да? Расширяли два функции На ультрофитер Как я сказал, это то же самое, что непрерывное расширение В смысле стон-чеховской технологии Ну, а если, допустим, у нас есть функция двухместная Вот так Операция, да, какая-нибудь Например, умножение натуральных чисел Можно разумным образом расширить каким-то до двухместной операции на ультрафильтрах Значит, такой способ существует, но он не даст непрерывную функцию Способ, грубо говоря, я могу написать, так сказать, опять-таки Комбинаторным образом определение Но оно будет немножко запутанно выглядеть из-за большого числа скобок Но интуитивная идея вот в чем состоит Значит, мы фиксируем в такой двухместной функции один аргумент Ну, получаем, значит, при каждой фиксированной аргументе какую-то одноместную функцию Каждую эту одноместную функцию мы расширяем за непрерывной Обычным образом Вот Получаются, значит, такие вот, такое частичное расширение Допустим, если мы фиксировали первый аргумент, да, у нас будет вот такое вот Полу расширение, значит, из такого пространства, да Ну, потом мы, наоборот, фиксируем уже, значит, аргумент второй, который уже будет ультрафильтром, да, и еще раз расширяем Ну, используя, вот, так сказать, столмочек с компенсацией Вот это свойство столмочек с компенсацией Значит, имеем право расширить еще раз Ну, непрерывные функции тут будут только одноместные, да, а, так сказать, вот, если посмотреть на двухместную функцию, эту расширенную, да, то она будет обладать таким кривым свойством Она будет непрерывна только с одной стороны, а с другой стороны она будет непрерывна частично, в смысле, что при фиксированных, когда один аргумент фиксированный и является простым, и является главным ультрафитом Получается, порядок тоже важен, в каком мы Важен, да, важен, да, соответственно, она будет либо левой непрерывной, либо правой непрерывной Но она обладает более сильным свойством, чем просто односторонняя непрерывность, потому что односторонняя непрерывность, когда с одной стороны аргумент фиксируем, получаются непрерывные функции А здесь еще с другой стороны тоже можно немножко фиксировать, а именно главное фиксировать, если тоже получаются непрерывные функции Значит, на самом деле, такая конструкция, она не какая-то такая вот, чисто для развлечения Как выяснилось, эта конструкция чрезвычайно полезна, так сказать, такой комбинаторике, которая оперирует ультрафильтрами И с помощью ее, например, можно получить достаточно элементарное, в которой можно в течение урока рассказать доказательства знаменитой теоремы Хинмана о конечных суммах Ну, которая говорит, что для любого конечного разбиения Амиги, значит, один кусок будет большим, в том смысле, что он будет содержать некую бесконечную последовательность вместе со всеми конечными суммами ее различных элементов Вот такой совершенно нетривиальный рамцевского характера результат, который, так сказать, долгое время был открыт проблемой Ну, Хинман ее нарис доказал первый раз комбинаторным способом Я, например, слышал от него, как он говорил, что я никогда не понимал своего доказательства Но с помощью такой техники, значит, это доказывается достаточно легко и интуитивно понятно Значит, основана идея таких доказательств Ну, не то, что идея, а такой ключевой момент в таких доказательствах Он состоит в использовании идемпотентного ультрафильтра Значит, что это такое? Это ультрафильтр, который является идемпотентом с точки зрения такой расширенной операции Ну, например, это могло быть у нас просто сложение, да, а вот у нас было там сложение натуральных чисел, там, А плюс Б, да Мы, значит, расширяем его до какой-то такой операции типа сложения ультрафильтров Но она будет только не коммутативная уже Но можно проверить, что ассоциативная операция расширяется до ассоциативной В общем, подавляющее большинство свойств теряется, их естественных операций, но ультрафильтров сохраняется Значит, это один из таких моментов, который позволяет установить сохранение ассоциативности существования гемпотента ультрафильтра Это что такое? Ну, вот это такой ультрафильтр, существует такое У, скажем, в доме, да Если мы рассмотрим Омегу со сложением, например, обычным натуральных чисел, да Существует такой ультрафильтр, который является идемпотентом То есть У плюс У равно У Вот, и оказывается, что вот этот кусок, например, большой с точки зрения теоремы Хиллмана, который в любом конечном разбии, найдется большой кусок в таком комбинаторном смысле Это как раз тот кусок, который принадлежит такому ультрафильтру специфическому Значит, ну, как доказывать, что такое ультрафильтру Значит, тут есть большая разница между многоместными и одноместными операциями Вот одноместные, как я только что рассказал, они вот таким вот свойством обладают, да Что если вот есть идемпотент, в смысле одноместная операция, да Это неподвижная точка, да То она гарантирует огромное количество неподвижных точек в самой функции Совсем другое дело для, например, двухместных операций Потому что если мы возьмем, например, вот сложение Ну, если будем без нуля рассматривать, например, да, там идемпотентов нет А вот такой вот идемпотент есть ультрафильтр, да Ну, есть такая сложная теорема Эллиса из динамики, которая говорит, что в любой правонеперерывной компактной холстдорфовой полугруппе есть идемпотент Вот как ни странно, да, просто полугруппы могут быть без идемпотентов Но вот с таким топологическим условием, значит, полугруппа обязана иметь идемпотент Ну, а поскольку вот когда мы расширяем эту операцию, значит, расширяем эту структуру Домбольта Амеда с расширенным сложением У нас как раз это и будет такая вот одна правонеперерывная полугруппа Потому что ассоциативность сохраняется, да, можем применить теорему Эллиса, найти такой вот идемпотент и потом использовать его в доказательстве Ну, чтобы какие-то другие, так сказать, такие еще более продвинутые теоремы такого комбинаторного толка доказательства По данным специфическим свойствам Ну, в общем, целая наука такая есть В общем, это область, которая... Такой инструмент, который активно применяется в некоторых областях комбинаторики, динамики, теоретических чисел и тому подобного Аксиом выбора применяется, потому что без аксиома выбора мы не можем доказать, что существует вообще ультрафильтр Непосредственно в доказательстве применяется, поэтому доказательство, да, оно такое, так сказать Ну, собственно, для чего нам нужно, чтобы это был именно ультрафильтр, а не просто какой-нибудь фильтр Потому что если мы хотим говорить о вообще любом разбиении, да, то нам надо гарантировать, что какое бы мы разбиение не взяли конечное, да, там кусочек есть, который принадлежит вот нашему ультрафильтру Да Вот это то, где мы используем, что мы взяли именно ультрафильтр, а не просто фильтр Ну, то есть люди, которые не верят в аксиомы Во аксиомы выбора они могут задаться естественным вопросом, можно ли это доказать без аксиомы выбора Значит, ответ, да, это можно доказать без аксиомы выбора, как это и было вначале доказано, так сказать, а кроме того, ну, есть некоторая, так сказать, наука, которая, ну, некоторая, значит, описывается результаты, которые можно, так сказать, в принципе, да, передоказывать какие-то, значит, без помощи аксиомы выбора В общем, есть класс таких утверждений, которые, чтобы доказать, достаточно доказать в помощи аксиомы выбора Потом по соображениям абсолютности, в общем, видно, что они просто доказываются Вот, ну, значит, Может быть, я просто одно определение скажу, потому что после этого определения я собирался перейти к булевым алгебрам и фильтрам и идеалам на них Значит, это, что я сейчас собираюсь сказать, оно такое немножко довесок, которые не относятся именно к булевым алгебрам Значит, я просто произнесу такие слова, да, значит, которые вы, наверное, слышали уже, да, значит, вот фильтр четно-полный Чертно-полный Ну, или, бывает, еще сильно-полный Да, если он замкнут, то относительно пересечения в четном числе Капа полный, значит, это капа регулярный кардинал Капа полный Капа полный Означает пересечение в любом числе меньше, чем капа Значит, для всякого ленда меньше, чем капа Капа полный Из того, что Ленда штука коксов Принадежит F Значит, следует Пересечение Принадежит F Ну, двойственно определяется как полный идеал Простейший пример, да, такой Наименьший идеал, который включает все эти галитоны Капа полный Значит, если у нас есть какое-то множество мощности меньше, чем капа, да, то Это Это Просто Все подморство мощности меньше, чем капа Значит, наименьший По включению капа полный идеал Включает все символитоны Ну, легко понять, что Скажем, главный ультрафильтр является капу полным для любого капа Хочется спросить А есть ли Ну, хотя бы Сигма Полное Неглавное ультрафильтра Ну, понятно, что на Омеге Так? Понятно, что на Омеге таких не может быть Да, то есть, ну, может быть на каком-то большем множестве Ну, честно, прямой, например, на Омеге-1 Вот, значит, оказывается, что Такое множество, на котором есть какой-нибудь Сигма полный ультрафильтр Должно иметь чрезвычайно большую мощность Намного превосходящую всякие там недостижимые кардиналы А также разные большие кардиналы Такое, умеренно большие кардиналы Типа там славно компактных Рамсеевских и других Ну, и на таких, так сказать, маленьких множествах Типа там Омега-1, например Омега-2, Омега-10 Или там Какой-нибудь Омега-1 Неподвижная точка функции БЭС Значит, на таких Маленьких кардиналах Значит, таких ультрафильтров не может быть Вот Ну, вопрос он, так сказать Он, на самом деле, естественно, возник при таких рассмотрениях в теории меры Да, потому что, в общем, ультрафильтр это фактически мера Только она двузначная Такая вероятностная мера, но такая немножко вырождена Она только два значения может принимать Может принимать промежуточные значения Да, либо 0, либо 1 Вот Ну, на самом деле, ситуация просто с вероятностными мера Она не сильно отличается в смысле силы В смысле силы непротиворечивости Получающихся подтверждений Особо не отличается Ну, об измеримых кардиналах, я думаю, мы дойдем еще раз Может быть, через несколько уроков Добрый удар Я не знаю, я не знаю, конец Второй армии Мацией И я думаю, что уaus И вот Я уб avail Удаcı Мы Удачного